Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать книгу притчи Соломоновых. Продолжаем цикл лекций для библейского портала экзегет.ру. И мы читаем 24 главу. Я напоминаю, что читаем мы два текста. Мы читаем текст профессора Юнгерова, который был переведен с септуагинта, древнегреческого. С этого же древнегреческого оригинала был переведен церковнославянский текст, поэтому в храме вы можете услышать именно его. Но также мы сравниваем этот текст с текстом синодальным, который был переведен с еврейского. Иногда возникают интересные несовпадения. Итак, Соломон, обращаясь к своему сыну, говорит, «Сын мой, не ревнуй злым людям и не пожелай быть с ними, потому что сердце их помышляет о лжи, и вредные уста их говорят. С мудростью устрояется дом и с разумом укрепляется. С знанием наполняются кладовые всяким дорогим и прекрасным богатством». Ну, такая традиционная форма обращения, традиционный призыв не быть со злыми людьми. Вот «не ревнуй злым людям» — это выражение в синодальном переводе. Также сказано «не ревнуй злым людям и не желай быть с ними». Сегодня в русском языке не очень понятно, что это значит «не ревнуй злым людям». Но потому что для обычного человека слово «ревность» означает скорее ревность к жене, например, или ревность о друге, когда речь идет о том, что кто-то начинает больше общаться с кем-то другим, и в человеке возникает ревность как переживание, что он оставлен, брошен, что другому уделяется внимание. Так вот, конечно, речь здесь идет не об этом. «Не ревнуй». Вот когда, ну, например, было раньше выражение «ревнуйте о славе Отечества». Ревновать о славе Отечества — это значит переживать о том, что Отечество будет унижено, что слава его померкнет, что оно будет в запустении, в упадке. И вот «ревнуйте о славе Отечества», то есть «желайте его развития, его процветания». Или как апостол Павел в одном месте пишет «ревнуйте о дарах больших», то есть стремитесь к тому, чтобы у вас были большие дары. И вот здесь «не ревнуй злым людям», речь идет о том, что «не поддерживай их в их начинании», «не будь их помощником», «не работай вместе с ними». Далее. «Мудрый лучше сильного и разумный лучше искусного земледельца. При исполнении предприятий встречаются препятствия, а от доброжелательного совета — помощь». Вот эти два стиха, пятый и шестой, они несколько отличаются от того, что мы читаем в синодальном переводе. Итак, «мудрый лучше сильного и разумный лучше искусного земледельца». «Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою», говорит нам синодальный перевод. Мне кажется, что в этом случае перевод Юнгерова интереснее и глубже. «Мудрый оказывается лучше сильного». То есть он может быть слабее сильного человека, но лучше, потому что он правильнее устраивает свою жизнь. Для Бога и вообще в контексте священного писания никогда простая сила не была признаком чего-то положительного, потому что в итоге любой из живущих должен понимать, что вся сила от Бога. И самый сильный, казалось бы, человек может все потерять, и потерять всю свою силу, оказаться больным или немощным, или бессильным, или потерять какое-то другое влияние, политическое, скажем, и прочее, финансовое. Когда он думал о себе, что он силен, но в итоге оказался слабым. Почему? Потому что все от Господа. И поэтому мудрый лучше сильного и разумный лучше искусного земледельца. Почему? Потому что он разумно устраивает свою жизнь. Искусный земледелец может быть искусен в чем-то одном, он может быть искусен в земледелии, но разумный всю жизнь свою устраивает правильно. И далее, при исполнении предприятий встречаются препятствия, а от доброжелательного совета помощь. Синдальный перевод говорит следующее. «Потому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний». Интересно, что вот это множество совещаний, множество совещаний. Речь идет о том, что действительно, вот в синодальном тексте это интересная формулировка. Много советов, спасение во многом совете, в другом месте говорит Соломон. То есть речь идет о том, что человек, который не знает, как поступить, если он мудрый, он будет советоваться с мудрыми, он будет выяснять правильный путь, он будет переживать о нем, искать сердце. Глупый человек просто поступит, как получается, как ему в данный момент захотелось. Вот доброжелательный совет для Соломона очень важен, потому что препятствия в жизни случаются разные. Но если человек с мудростью желает их преодолеть, пройти через них, то, конечно же, он получит благой, добрый результат. Мудрость и добрая мысль во вратах мудрых. Мудрые не уклоняются от закона Господня, но рассуждают о нем в собраниях. Ненаученных же встречает смерть. Вот тоже такой традиционный для Ветхого Завета рассказ о двух вариантах. Если ты живешь как мудрый и исполняешь заповедь, а здесь сказано, мудрые не уклоняются от закона Господня, то есть речь идет о том, чтобы соблюдать заповедь и рассуждать, но рассуждают о нем в собраниях. В собрании в данном случае, ну, по всей видимости, имеется в виду то, что потом стало синагогами, то есть когда местные благочестивые люди в каких-то своих селениях собирались для того, чтобы обсуждать закон, для того, чтобы думать о нем. Вообще это удивительное и очень такая глубокая, правильная мысль о том, что человек разумный, человек, который желает быть с Богом, он рассуждает о его законе, он думает о нем, потому что закон Божий — это закон жизни, закон, который приводит человека к спасению. Человек, который не желает задумываться о законе Божьем, живет либо вообще полностью нарушая его, либо, например, ну, я бы сказал, игнорируя его и обращаясь к нему от случая к случаю, такой человек не наполнит свою жизнь, не наполнит свою жизнь праведными делами, и в итоге вот это рассуждение о законе не будет для него естественным, и значит, жизнь его в итоге не станет по-настоящему праведной. И неразумный поэтому, ненаученных встречает смерть. И далее пишет, неразумный умирает во грехах, человеку, губителю, свойственна нечистота. Он будет опозорен в день бедствия, в день скорби, пока не умрет. Вот в этой второй части этих рассуждений, да, мы видим, что человек, то есть нам в первой части был представлен человек мудрый и то, как он живет. Во второй человек неразумный и то, как он живет. Он умирает во грехах, он живет в нечистоте, в нравственной нечистоте, естественно, да, и встречает, его встречает смерть. То есть он идет по пути жизни и идет, не соблюдая закона Божьего, значит, он удаляется от источника жизни Бога и на этих своих путях погибает. В 10 стих говорит, он будет опозорен в день бедствия, в день скорби, пока не умрет. Этот 10 стих отличается от того, что мы читаем в синодальном переводе. Здесь говорится буквально следующее. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Ну вот, то есть если ты в день бедствия оказался слабым, да, а в переводе Юнгерова он будет опозорен в день бедствия. То есть иными словами, человек неразумный, человек, не живущий по заповедям, в день скорби остается без помощи, остается без поддержки. Он думал, что он будет сильным, но он оказывается слабым и поэтому оказывается опозоренным. Далее Соломон говорит «Избавь ведомых на смерть и выкупи убиваемых, не жалей денег. А если скажешь, я не знал этого, то знай, что Господь знает сердца всех и давший дыхание всем, сам знает все. Он воздаст каждому по делам его». Конечно же, и для нас сегодня, как это ни страшно, но для Соломона, наверное, значительно чаще встречалась нам вот эта мысль о том, что есть люди, попавшие в плен, есть люди, находящиеся в рабстве, до сих пор есть люди, находящиеся в рабстве. И Соломон, он не говорит своему сыну «Выкупай родственников», «Выкупай знакомых». Он говорит просто «Избавь ведомых на смерть и выкупи убиваемых». То есть стремись к тому... Ведь кто такие ведомые на смерть? Ну, вообще-то это люди, если понимать вот прямо, то, о чем говорит Соломон, он здесь не указывает, что это там какие-то захваченные разбойниками люди. Это люди, которые ведутся на смертную казнь. Ну, естественно, что в рамках Ветхого Завета смертная казнь применялась для преступников. Был суд, люди рассуждали о том, как правильно поступить. Были мудрецы, которые об этом рассуждали и выносили вердикт. И вдруг Соломон говорит своему сыну «Избавь ведомых на смерть и выкупи убиваемых, не жалея денег». То есть, конечно, вряд ли это можно посчитать прямым запретом на смертную казнь, но избавь ведомых на смерть, то есть помоги человеку, который оказался в очень страшной ситуации, которого сейчас убьют, постарайся спасти его от этого, постарайся, чтобы он имел возможность измениться. Ведь в этом, в изменении, в первую очередь, лежит в идее изменения, возможного изменения преступника, лежит вообще идея о том, чтобы смертную казнь не применять, потому что человек может измениться, может покаяться. И далее, что важно, если ты скажешь, «Я не знал этого», знай, что Бог сердцеведец. То есть, ты не должен говорить неправду. Если ты действительно не знал, ответственности никакой на тебе нет, нет никакого из тебя спроса. Но если ты скажешь, что ты не знал, хотя на самом деле знал, Бог воздает каждому по делам его. Я думаю, что эти слова можно применять к любой ситуации, в которой мы начинаем лукавить с Богом и говорить, что мы не знали. Например, мы не знали, как закон Божий устроен, мы не знали, как надо было поступить, мы не знали, что человек в беде, так нельзя рассуждать. Если мы действительно не знали, это одно дело. Но очень часто мы знаем и не поддерживаем такого человека. И Бог оказывается, опять же, здесь праведным судьей, который воздает каждому по его делам. Далее. «Ешь, сын, мой мед, ибо хорош сот для наслаждающихся, да насладится гортань твоя. Таким образом, познавай мудрость и для души твоей, ибо если найдешь ее, то есть мудрость, хороша будет кончина твоя, и надежда не оставит тебя». Вот здесь мед и мудрость ассоциируются. Если ты будешь есть мед, насладиться гортань твоя, таким же образом познавай мудрость для души твоей. То есть людям нередко сегодня кажется, что мудрость — это что-то скучное, однообразное, такое, знаете, приторное, то, что совершенно не доставляет человеку никакой радости, потому что, ну, считается так, люди так воспринимают, что человеку свойственно стремиться к веселью, к такому бездумному образу жизни, и если человек при этом видит мудрость, то у него такое ощущение, что эта мудрость, она как-то его гнетет, она призывает его самим своим присутствием к тому, чтобы измениться, отказаться от греха. Соломон говорит напротив. Соломон говорит, ищи мудрость, познавай мудрость, и для души твоей, если ты найдешь ее, хороша будет кончина твоя, и надежда твоя тебя не оставит. То есть не думай о сиюминутном развлечении только. Хотя и сиюминуту мудрость бывает приятной и праведной, и радует сердце, но если ты сделаешь мудрость естественным содержанием своей души, хороша будет кончина твоя, и надежда не оставит тебя. Далее. Не приводи нечестивого напажить праведных, и не прельщайся насыщением чрева, ибо семь раз падет праведник и встанет, а нечестивые из немогут в бедствиях. Вот интересно, что значит не приводи нечестивого напажить праведных. То есть есть некоторая праведная жизнь, есть праведные собрания, есть праведные люди. Не стремись к тому, чтобы нечестивых водворить в их общество, потому что не прельщайся насыщением чрева. То есть ты будешь пользоваться добром нечестивого, но он не станет от этого праведным, и напротив твоя жизнь может погибнуть. Ибо почему же? Потому что семь раз падает праведник и встанет, а нечестивые из немогут в бедствиях. То есть праведный человек, образ его жизни другой, стереотипы поведения другие, он тоже впадает в грех. Семь раз падет праведник, и все равно он встает и идет дальше, все равно он стремится к праведной жизни. Что делают нечестивые? Изнемогают в бедствиях. То есть не встают, не идут дальше. Они падают в своих преступлениях и в них остаются. И поэтому нельзя пытаться совместить праведную и грешную жизнь. «Если падет враг твой, не радуйся и в преткновении его не гордись, потому что увидит Господь и неугодно будет ему, и отвратит он от него гнев свой». То есть человек, который смеется над праведником, радуется его падению, начинает гордиться и сам впадает в неправду. А Бог, увидев падение нечестивого, может в итоге призвать его к покаянию, отвратить от него гнев свой. «Не радуйся злодеям», далее говорит Соломон, «и не завидуй грешным, потому что у лукавых не будет внуков, светильник нечестивых угаснет». Интересно, что здесь этот стих, он отличается 20-й. В 20-м стихе здесь говорится, «потому что у лукавых не будет внуков, и светильник нечестивых угаснет». В синодальном тексте говорится, «потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет». В переводе Юнгерова больше какой-то такой бытовой конкретики. У Лукавого не будет внуков. В синодальном переводе у него нет будущего. Шире контекст получается. Здесь дело не только во внуках. У самого Лукавого тоже нет будущего. Это значительно меняет дело. «Бойся Бога, сын мой, и царя, и никому из них не протився. Ибо внезапно они отомстят нечестивым, и бедствие от того и другого, кто предузнает». Этот 22 стих в переводе Юнгерова и в славянском тексте, соответственно, в Септуагинте, он очень большой, в отличие от синодального перевода. Здесь даже не имеет смысла сравнивать, потому что здесь просто дополнительных пять или шесть предложений, которые просто отсутствуют в синодальном тексте. «Ибо внезапно они отомстят нечестивым, и бедствие от того и другого, кто предузнает», то есть от Бога и от царя. «Сын, сохраняющий слово, с радостью приняв его, избавится от погибели. Ничего ложного пусть языком не говорят царю, и пусть никакая ложь не сходит с уста его. Язык царя – меч, а не плоть. Кто будет предан ему, то есть языку, погибнет». «Если возгорится гнев его, погубит людей с жилами, и кости человеческие пожрет, как пламя пожирает. Так что и орлиным птенцам нечего будет есть. Моих слов, сын, бойся, приими их и покайся». То есть, по всей видимости, разные были отношения, взаимоотношения между Соломоном и его сыном, и поэтому Соломон иногда такие вот строгие формулировки употребляет. «Возгорится гнев его, погубит людей с жилами, и кости человеческие пожрет. И поэтому, сын мой, бойся слов моих, о которых я тебе говорю, и покайся». Действительно, иногда человек бывает в таком состоянии, что покаяться ему чрезвычайно трудно. И тогда Бог приводит в его жизнь испытания не из желания сделать человеку больно, а из желания как бы очистить его сознание от всего суетного и мимолетного, чтобы в итоге он воззвал к Богу. «И это говорю я вам, мудрым, чтобы знали, иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит нечестивому «ты прав», того будут проклинать люди и ненавидеть народы». Вот интересно, да, что вот эта социальная несправедливость говорит нечестивому «ты прав», того будут проклинать народы. Почему ты говоришь одному человеку, что он неправ, точнее прав, да, нечестивому говоришь, что он прав, но тебя проклинают народы? Потому что жизнь одного человека, неправедная, несправедливая, неблагочестивая, может отразиться на жизни народа, а иногда и народов. И вот эти мировые войны, например, XX века, они прямо нам об этом говорят. «А обличающие явятся лучшими, да приидет на них доброе благословение. Целую уста отвечающие добрые слова. Приготовь к окончанию дела твои и соверши их на поле. Ходи по следам моим и устроишь дом свой». «Обличающие являются лучшими, и придет на них доброе благословение». Речь, конечно же, здесь идет о том, что человек обличающий, то есть наставляющий правде, является лучшим, то есть полезным для тебя. Не переживай, не отвергай его, не начинай его ненавидеть, не переживай за то, что он обличает тебя. Почему? Потому что он не просто злословит тебя. Это разные вещи, обличающий и злословящий. Обличающий искренне желает твоего спасения. Поэтому Соломон говорит «целует уста, отвечающие добрые слова». И если человек приготовит к окончанию дела свои и совершит их на поле, и ходит по следам самого Соломона, тот устроит дом свой. То есть в его доме наступит праведная жизнь, и она будет устроена. Действительно, люди сегодня очень часто не знают, как устраиваются дома. Не в смысле архитектурном, а в смысле того, как устроить собственную жизнь в дом такой человеческий, социальный. И апостол говорит, что «ходи по следам моим», то есть соблюдай заповеди. «Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего, не величайся своими устами, не говори, как он поступал со мной, так и я поступлю с ним, отплачу ему за его обиду мне». Интересно, насколько жестко Соломон останавливает всякие мстительные мотивы. Человек неразумный, подобен полю, и человек скудаумный, подобен виноградному саду. Если оставишь его, запустеет, и весь зарастет травой, и будет брошен, и каменные ограды его обрушатся. Поэтому я раздумался, осмотрел его, и извлек урожай. Интересно, что человек неразумный, подобен полю, и скудаумный, подобен виноградному саду. То есть человек неразумный, ведет такую жизнь, не обращается к мудрости, не желает искать истины, и в его душе начинают прорастать самые разные сорняки. Иногда человек думает, ничего плохого я не делал, никак особенно плохо не жил. Но в итоге, почему моя душа не знает мира? Почему в моем сознании калейдоскопом несутся греховные образы? Именно потому, что если поле души не засеяно правдой, не засеяно праведностью, то, естественно, на нем начинают произрастать всякого рода сорняки. То есть растения, которые явно нам мешают. И Соломон далее говорит, немного дремлю, немного сплю и немного сложивши, держу руки на груди. Если ты это делаешь, придет как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как скороход хороший. И опять традиционный образ для Соломона, если человек не трудится, если человек ничего не делает, он обеднеет, и бедность, как прохожий, придет к нему. То есть придет очень просто. Ведь как приходит прохожий? Представьте себе улицу Иерусалима в древности. Это одноэтажные, может быть максимум, двухэтажные домики. Это люди, которые ходят мимо этих домов. И вот прийти прохожему к дому не составляет никакого труда. И так он приходит, они приходят, эти нечестивые, нечестивое поведение, нечестивые стереотипы, приходят как прохожие. И бедность, и нужда, как хороший скороход. То есть они буквально нападают на человека, буквально врываются в его жизнь. И Соломон, конечно же, стремится оградить и своего сына, и нас от этого. Соломононононно,